Приветствую! Тема неравенства волнует многих, ведь уже не одну тысячу лет ресурсы и богатство планеты разделены неравномерно, а в рамках социального неравенства люди обладают разными шансами к удовлетворению своих потребностей. Но так ведь было не всегда. Однако выявление и понимание механизмов, лежащих в основе социального неравенства в доисторических обществах является серьезной проблемой. Археогенетические исследования, как правило, сосредоточены на крупномасштабных и продолжительных событиях, связанных с историей регионов, культур и популяций. Эти исследования, безусловно, интересны в глобальном масштабе. Но как жили люди в отдельных поселениях и каким образом они были организованы в догосударственных обществах? А самое главное, когда и как зарождались элиты и происходило разделение на бедных и богатых? Предполагается, что рост иерархических социальных структур произошёл в раннем бронзовом веке, о чём свидетельствует появление отличительных богатых захоронений. Кроме того, изотопные данные свидетельствуют о существовании долговременной сети экзогаммных браков, то есть браков, заключённых вне своей социальной группы. Эти брачные союзы укрепляли межрегиональные контакты. Стоит отметить, что ряд недавних исследований проливает свет на жизнь в отдельных поселениях Европы, при переходе и к неолиту, и к бронзовому веку. Многие задумываются, почему люди сменили вольную жизнь охотников и собирателей и предпочли кропотливый труд земледельцев. Ведь особой ценности это не принесло, в плане затрат сил и времени. По запасам на неблагоприятные периоды тоже. Представители рода людей ещё 400 тысяч лет назад научились консервировать продукты, сохраняя кости животных вместе с кожей, как консервы с костным мозгом. Об этом свидетельствуют находки в пещере Кесим в Израиле, где подобное занятие практиковалось от 420 до 200 тысяч лет назад. И всё потому, что слоны в регионе закончились, мясо стало меньше и приходилось адаптироваться. Недавно исследователи предложили новую интерпретацию неолита, в которой признание частной собственности могло подтолкнуть людей к переходу на сельское хозяйство. Ведь людей на планете становилось всё больше, а ресурсов в виде животных меньше. Само собой возникали конфликты между группами охотников и собирателей. Владение над лесами, лугами и дикими животными, как-то труднее установить, чем над обработанным участком и одомашненной козой. Также в статьях часто упоминается смешение между различными популяциями и смена культур, но редко упоминается, что бывала и вражда между отдельными группами. Не так давно сообщалось о находке братской могилы в Польше возрастом 5000 лет, где были похоронены члены большой семьи из трёх поколений, которых исследователи отнесли к культуре шаровидных амфор. Это были преимущественно женщины, дети и подростки, которые были убиты мощными ударами по голове, но похоронены позже теми, кто их хорошо знал, потому как матери лежали рядом со своими детьми, а братья с братьями бок о бок. Вероятно, отцы вернулись в поселение, а тут такое. Похороненные люди генетически отличались от соседей из культуры шнуровой керамики отсутствием родословной, связанной со скотоводами из причерноморско-каспийской степи, поэтому можно предположить, что расширение культур и продвижение скотоводов с востока не было таким уж мирным. Это я к тому, что когда в исследованиях упоминаются конкретные данные, неудивительно, что всё выглядит сухо без красочных подробностей. Но если все эти исследования сопоставить, вырисовывается довольно интересная картина. При этом в тексте я упоминаю лишь несколько исследований за последние месяцы этого года. Поэтому представьте, сколько информации, фактов и исследований было за десятки лет. И как обычно, все ссылки на источники будут в описании к видео. Правда, не всегда исследования находятся в открытом доступе, но при желании всё возможно. Но вернёмся к исследованию. В новой работе исследователи представляют генетические, археологические и изотопные данные высокого разрешения из поселений долины реки Лех на юге Германии. С конца неолита до середины бронзового века на этой территории были плотно расположены небольшие усадьбы. Исследователи получили общегеномные данные от 118 древних людей. Из 104 человека были отобраны для анализа родства. А на основе результатов родства и более строгих критериев качества для популяционного генетического анализа было отобрано 55 неродственных представителей. Из них двое были отнесены к культуре шнуровой керамики. 2750-2460 год до н.э. 10 к культуре колоколовидных кубков. 2480-2150 год до н.э. 34 к раннему бронзовому веку. Около 2150-1700-1500 годов до н.э. и 9 к среднему бронзовому веку. Около 1700-1300 годов до н.э. Новый набор данных объединили с ранее опубликованными данными 993 древних и 1129 современных людей. Помимо генетических были получены данные по изотопам стронца и кислорода для 139 человек из долины Лех с целью получения информации об их передвижениях в течение жизни. Часть людей долины Лех расположены на европейской клине, протянувшейся между скотоводами бронзового века из причерноморско-каспийской степи и европейцами среднего неолита и медного века. Эти люди значительно отличались по количеству предковых линий, связанных с ямной культурой Самарского Поволжья и неолитом Анатолии. При этом количество предковых линий, связанных с неолитическими земледельцами, возрастало со временем. Характер примеси земледельцев предполагает, что она была импульсивной, а не в процессе длительных и непрерывных событий. В общем, люди из долины Лех различных периодов моделируются как смесь западных охотников-собирателей, степных скотоводов и увеличивающейся со временем доли неолитических анатолийских земледельцев. Более подробный анализ указывает на то, что население произошло от недавней смеси людей с различными предками, предположительно связанными с культурой шнуровой керамики, степными скотоводами и местными земледельцами среднего неолита. А возможной причиной постепенного увеличения родословной, связанной с неолитическими земледельцами, могла быть продолжающаяся примесь с соседними группами, у которых был меньше вклад от степных популяций. Также у представителей культуры шнуровой керамики отмечена более высокая доля степной родословной на отосомах по сравнению с их хромосомой, что согласуется с распространением этой родословной по мужской линии в центральноевропейских популяциях позднего неолита и бронзового века. В отличие от этого, более поздние группы долины Лех не имеют значительного полового уклона. Большинство мужчин имели гаплогруппу Y-хромосомы R1B-P312, преобладающую в Центральной и Западной Европе в третьем тысячелетии до нашей эры. А изотопные соотношения стронца и кислорода выявили значительно большее количество неместных женщин в отличие от мужчин и детей. Проще говоря, женщины были из других регионов, в то время как мужчины и пожилые люди продолжали проживать на той же территории, что указывает на патрилокальность. Были и исключения. Так, трое мужчин демонстрируют сдвиг соотношения изотопов стронца от первого к третьему маляру, указывая на то, что они покидали место своего рождения в подростковом возрасте и возвращались уже взрослыми. Аналогичный анализ маляров у женщин показал, что они прибыли в долину Лех в подростковом возрасте или позже. Методы определения родства позволяют классифицировать пары людей на родителей и детей, братьев и сестер, родственников второй степени, родственников от третьей до пятой степени и родственников более высокого порядка, связанных и не связанных между собой людей из предыдущих степеней. Почти все, а именно 38 из 39 полных пар родственников первой и второй степени были похоронены в одном и том же месте, за исключением двух родных братьев. В то время как родственники третьей степени и выше были похоронены в разных местах. Исследователи реконструировали шесть родственных линий, три из них охватывают не менее четырех поколений. Из десяти обнаруженных пар родителей ребенок, шесть было между матерями и сыновьями, в 90% случаев уже взрослыми. Это указывает на то, что дочери покинули свой родительский дом и согласуются с экзогамией и патрилокальностью. Однако также были и исключения. Одна дочь осталась жить с родителями. По внешности данные не сообщаются. А также исключением являются две более отдаленные родственницы из соседнего поселения. Интересно и то, что мужчины, не принадлежащие к преобладающему отцовскому роду, не имели близких родственников, похороненных в тех же местах. Также хочу отметить, что помимо полученных данных из этого исследования, есть еще и параллельные, которые указывают на широкие контакты между регионами. Как, к примеру, олово, обнаруженное на раскопках в Израиле, Турции и Греции, происходит из разных месторождений Европы, а не из Центральной Азии, как считали ранее. Поэтому вполне вероятно, что среди состоятельных людей того периода были и торговцы. Также отмечены и боевые столкновения в Бронзовом веке, о чем свидетельствуют находки на северо-востоке Германии, где было обнаружено 140 останков молодых взрослых мужчин, включая и снаряжение воина Бронзового века, которое не успели собрать мародеры из-за того, что погибший человек упал в воду. Кстати, это тоже указывает на расслоение в обществе, кто-то мог позволить себе бронзовые доспехи, а были и те, кто следовал за военными походами и собирал ценные вещи с погибших. Но возвращаясь к исследованию, согласно доминирующему мнению в археологии, богатый погребальный инвентарь указывает на обеспеченность и статус умершего и его семьи, или только семьи или умершего. Так и в долине Лех богатые мужские могилы сопровождались кинжалами, топорами, зубилами и наконечниками для стрел, а женские – пышными головными уборами и массивными кольцами для ног. А булавки и заколки в могилах обоих полов также, вероятно, связаны со статусом. В захоронениях мужчин и женщин раннего бронзового века количество погребального инвентаря взаимосвязано с количеством их родственников. Однако, согласно патрилокальности, эта связь больше в случаях с мужскими захоронениями. Оружие появляется значительно чаще в могилах мужчин с родственниками, чем в могилах мужчин без близких родственников. Но богатых захоронений значительно меньше, чем обычных. На одном из участков только три из шестнадцати. А тот факт, что это была мать с сыновьями, и то, что в других местах встречались хорошо оснащенные могилы подростков, указывает на то, что богатство и статус были унаследованы от родителей, а не приобретены в течение жизни. Люди из статусных семей, кроме одного участка, были похоронены в непосредственной близости, подчеркивая их социальную сплоченность. А в соседнем хозяйстве, помимо инвентаря, высокий статус подчеркивался возведением курганов и маркировкой могил деревянными столбами. Это указывает на связь между принадлежностью к статусным семьям и сложностью погребальных обрядов. Помимо богатых семейных захоронений, были выявлены еще две группы погребений того же периода. 1. Группа женщин, прибывших в долину Лех из-за пределов Предальпийской равнины. Эти женщины не состояли в родственных отношениях с местными семьями. Но их могилы были хорошо укомплектованы погребальным инвентарем, и, судя по предметам, некоторые из них были представительницами унитетской культуры, преодолевшими не менее 350 км от своих поселений. 2. И вторая группа – люди в бедных могилах, не связанные с кем-либо из соседних захоронений, возможно, слуги, пленники или даже рабы. Несмотря на различия в родственных связях и погребальном инвентаре, у всех захороненных не обнаружено существенных различий в глобальном происхождении. Но тот факт, что все они проживали в одном хозяйстве, указывает на то, что это было сложное социально-стратифицированное общество. Традиционно считалось, что статусные различия в раннем Бронзовом веке существовали между большим количеством земледельцев и небольшим числом выделяющихся элит, которые могли быть богатыми земледельцами, вождями или их родственниками, осуществляющими социальный и экономический контроль над большими территориями и населением. В своей работе исследователи показывают другой вид социального неравенства в древнем обществе, а именно сложные домохозяйства, которые состояли из основной семьи с более высоким статусом, придающей богатство и статус потомкам, а также несвязанных богатых и высокостатусных неместных женщин и местных жителей с низким статусом. Похожая на долину Лех картина наблюдалась на большей части Южной Германии в раннем Бронзовом веке, и исследователи предполагают, что социальные структуры, сопоставимые с описанным микрорегионом, были распространены и на других территориях. Также исследователи проводят параллели с более поздними домохозяйствами в классической Греции, а также с Древним Римом, где в элите были богатые семьи с рабами. А я на этом не прощаюсь, читайте надежные источники, не забывайте про хронологию, историческая картина мира прояснится. Удачи вам и до новых выпусков! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...